Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре осветил Софийский собор святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл. Также он провел патриаршую литургию. С пастерским визитом на Средней Волге он находится второй день. Подробнее Елена Малютина. Задолго до начала службы в храме собрались сотни прихожан. Они ждали начала патриаршей литургии и чин великого освящения Софийского собора в Самаре. К этому историческому событию готовились заранее. Особенно позаботились о мерах безопасности. Это мировая практика во время визита первых лиц. Подобное историческое событие на Средней Волге проходило 20 лет назад. Тогда с визитом в Самару приехал патриарх Алексей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Неслучайно важное историческое событие проходит в Софийском соборе. Его строительство началось в 2005 году по проекту архитектора Юрия Харитонова. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен. Однако стараниями прихожан, меценатов и региональных властей строительство возобновилось. Храм открыли больше года назад, к 1030-летию Крещения Руси. Поэтому служба в праздник воздвижения честного, животворящего Креста Господня символична. Патриарх с визитом на Средней Волге впервые. Он высоко оценил работу Самарской епархии. Я хотел бы поблагодарить вас сердечно за те труды, которые вы несете по окормлению в вашей митрополии. Это одна из самых крупных и сильных митрополий в нашей Церкви. И вот посещая в этот раз ее пределы, я имел возможность убедиться в том, что здесь очень многое делается для того, чтобы укреплялась церковная жизнь, чтобы укреплялось благочестие людей. Предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл и Владыка Сергий обменялись подарками. Митрополит подарил патриарху картину с изображением Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в Виновке. А первое лицо РПЦ преподнес в подарок икону Пресвятой Богородицы. Пусть под ее покровом протекает жизнь Самарской земли, и каждого, кто с верой и любовью обращается к ее святому имени. Еще раз с праздником вас! Визита патриарха ждали тысячи самарцев. Служба в храме длилась несколько часов. Ну, очень окрыленные ощущения, духотворенные, замечательная служба, дети пели отменно, очень хороший хормистер у них. Вы знаете, у меня с вчерашнего дня такая радость, я ехала по дороге со стороны Курумыча, когда он должен был ехать, у меня такая радость, вот переполняла просто. Ну, счастье великое, что он нас посетил, наш город. Большое событие, впечатления самые радостные, и переполняют эмоции, переполняют чувства, такое событие. Слава Богу за все. Очень хорошее ощущение, сладкие, благодарственные, как говорится. Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову патриарх вручил орден святого князя Даниила Московского второй степени. Азаров Дмитрий Игоревич удостаивается орден русской православной церкви, святаго благоверного князя Даниила Московского второй степени. Первому вице-мэру Самары Владимиру Василенко патриарх вручил орден святого князя Даниила Московского третьей степени. Василенко Владимир Андреевич удостаивается ордена русской православной церкви, святаго благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава РПЦ встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, единственного в России. После провел службу в Спасо-Преображенском соборе. Итоги своего двухдневного визита его святейшество подвел на встречи с губернатором Дмитрием Азаровым, полпредом Игорем Комаровым и митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Предстоятель РПЦ поблагодарил главу региона за сердечный и искренний прием. Елена Малютина, Константин Головин. События. В Самаре прошел градостроительный совет под руководством главы города Елены Лапушкиной. На заседании обсудили ряд важных вопросов по дальнейшему развитию Самары. Особое внимание уделили проекту внесения изменений в генеральный план. Мэриэл Чан знает подробности. Разработка и усовершенствование генплана Самары будет проводиться собственными силами Департамента градостроительства. Для этого привлекут профессиональные сообщества. Действующий генеральный план развития Самары, который утвердили в 2008 году, был рассчитан на 7 лет. Поэтому в 2016-м заключили муниципальный контракт и по конкурсу определили организацию для разработки и комплексных внесений изменений в документ. Долгожданным решением станет перевод земель дачных товариществ поселка Прибрежной в черту городского округа Самара. Одним из важнейших моментов является смена зонирования участка парка 60-летия Октября на рекреационную зону, что позволит поставить точку в теме сохранения парка от застройки. Мы организовали работу также собственными силами Департамента по точечному внесению изменений в действующий генплан города. Как раз одной из таких точек был территория парка 60-летия советской власти, по которой мы в этом проекте внесения изменений в генплан, по которому уже сейчас начались публичные слушания до 26 октября, определили, изменили зону с общественно-деловой на зону естественного природного ландшафта. У Самары в скором времени появится свой дизайн-код. Документ, который уже разработан, поможет вывести работу по реализации программы формирования комфортной городской среды на регулярную контролируемую основу и позволит создать такой облик города, в котором все элементы будут между собой сочетаться. Он поможет оформить город в единой стилистике, учитывая все архитектурные особенности Самары. В любом случае мы это вынесем еще и на общественную палату с вашим участием, и тогда уже будем рекомендовать всем районам, но и соответственно сами будем придерживаться этого правила, вырезать кода и, конечно, работать с нашими учреждениями, организациями. В последнее время было большое количество обращений органов местного самоуправления, имею в виду прежде всего внутригородских муниципальных районов и простых граждан, да и представителей бизнеса с предложением принять какие-то действительные меры для того, чтобы сохранить наследие чемпионата мира 2018 года и предпринять какие-то усилия по мероприятиям, улучшению внешнего вида города. Также на Совете по градостроительству был представлен проект застройки нового квартала, который может появиться в границах улиц Ульяновской, Галактионовской, Ярмарочной и Самарской. Проектировщики выполнили его нестандартно, с многоуровневым и многофункциональным зонированием. По мнению архитекторов, проект интересен с точки зрения дизайна и развития территории. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжает работу международная выставка «Форум. Промышленный салон металлообработка». В выставочном центре «Экспо Волга» кроме знакомства с ведущими предприятиями «Чашпрома», можно посетить и семинары на разные темы, одна из которых – меры поддержки для бизнеса – была раскрыта в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Как запустить собственное производство в Самаре, узнал наш корреспондент. Анастасия Андросова начинала свой бизнес на пару с супругом. Они – экскурсоводы. Несколько лет назад это было просто хобби. Сейчас у них бурно развивающаяся фирма. 14 сотрудников и несколько десятков экскурсионных маршрутов. По Самаре области. Клиенты от школьников до крупных корпораций – российских и зарубежных. Секрет успеха прост – делится опытом предприниматель. «Успех одинаковый для всех – это просто любить свое дело. Потому что если любишь свое дело, то как-то все получается. Потому что для нас изначально вообще эта история была не совсем про деньги. Даже совсем не про деньги, можно сказать. Потому что там никаких особенных денег сначала мы, как и большинство предпринимателей, начинающих не зарабатывали. Конечно же, финансовый успех – он очень важен, безусловно. Тем более, рост невозможен, если это не приносит денег. Будет очень медленный рост. Но все-таки секрет в том, чтобы по-настоящему заниматься тем, что ты любишь». Если предприниматель нашел свою нишу или еще в поиске, тогда ему в любом случае прямая дорога в самарский бизнес-инкубатор. Специалисты не только помогут определиться с выбором, но и научат правильно зарабатывать деньги. А для начала составят план работы на ближайшие месяцы и годы. Лучший проект получит еще и финансовую поддержку. «Принята программа по поддержке малого и среднего предпринимательства на уровне городского уголка Самары. Мы эту программу ждали достаточное количество времени. Во-вторых, в программе четко обозначены параметры и точки роста. И очень весомая мера поддержки – это грантовая поддержка, это живые деньги, которые выдаются бизнесменам». 350 тысяч рублей господдержки получают новички в бизнесе. Фирма должна быть зарегистрирована в 2019 году. Более 60 самарцев смогут воспользоваться грантом на развитие своего дела. Самые перспективные направления – туризм, деревообработка и обслуживание инвалидов. «Бизнес у нас очень активный, малое и среднее предпринимательство набирает обороты. В городе открылись более 14 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Где-то половина юридических лиц, половина индивидуальных предпринимателей. То есть бизнес растет. Они хотят выйти на новый уровень. Очень востребованы такие вопросы, как расширение продаж, как выходы на электронные площадки продаж, как выходы на зарубежные площадки продаж». Чтобы самарские коммерсанты не погрязли в бумажной волоките, «Бизнес-инкубатор» совместно с городским департаментом экономического развития запускает в этом году новую услугу «Мой бизнес». Суть проекта заключается в том, чтобы в одном окне можно было решить все вопросы, как по открытию и закрытию своего дела, так и по текущим вопросам предпринимательской деятельности. Начиная от уплаты налогов, заканчивая грантовой поддержкой. Услуга будет востребована, уверены специалисты. Уже за несколько месяцев этого года за консультациями в «Бизнес-инкубатор» обратилось более полутора тысяч предпринимателей. Никита Борисов, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Самарский областной наркологический диспансер отмечает 55-летний юбилей. За это время врачи сумели помочь десяткам тысяч людей и вернуть их к здоровому образу жизни. На праздники побывал наш корреспондент Анатолий Головко. Терпение, внимание и понимание – основные принципы работы психиатра-нарколога. Такие специалисты в Самарской области на вес золота. Они не просто лечат людей с зависимостями, но и помогают им вернуться к нормальной жизни в обществе. Сейчас в наркодиспансере трудится 70 специалистов, 132 медсестры и 37 младших медицинских работников. За всю историю существования в медучреждении вылечили более 2 миллионов пациентов и провели 3 миллиона наркологических экспертиз. Ольга Белоножкина посвятила любимой работе 17 лет жизни. Она считает, что успех реабилитации пациентов во многом зависит от человеческих качеств специалиста. Наша хорошая работа тем, что мы помогаем нашим пациентам своим милосердием, своей добротой, своей отзывчивостью. Мы помогаем им в такой жизненной трудной ситуации. По словам главврача Самарского наркологического диспансера, в области ежегодно открывают новые подразделения, пункты медицинского освидетельствования и пункты для размещения людей, которые не способны передвигаться без посторонней помощи. Все эти факторы способствуют снижению заболеваемости по региону. По всей области снизилась заболеваемость. Мы ушли с лидирующих мест по наркологической заболеваемости и среди ПФО, и среди Российской Федерации. Это большое достижение, я считаю, всего нашего коллектива. Процент ремиссии после обращения к специалисту в Самарской области выше среднего по стране. Около 90% больных проходят комплексное лечение и остаются на реабилитацию. Чтобы достичь таких результатов, врачам приходится работать не только с больными, но и с их родственниками. Пациент зачастую в самом начале заболевания считает, что он не болен. И поэтому самый большой вопрос, наверное, и перед нами, который стоит, и перед родственниками, это уговорить пациента на обращение за наркологическое помощь. Поздравить коллег с профессиональным праздником приехала и заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. Лучших специалистов наградили грамотами и благодарственными письмами. Я поздравляю всех медицинских работников, всех сотрудников наркологического диспансера. И прежде всего желаю им здоровья, благополучия, терпения и продолжать трудиться. Ежегодно Самарский областной наркологический диспансер становится лауреатом и призером престижных медицинских конкурсов. В том числе лечебное учреждение отметили на конкурсе «Клиника года 2017» в номинации «Пропаганда здорового образа жизни и избавления от зависимости» и на всероссийском конкурсе «Успех и безопасность 2018». Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других тем огня. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. После дозаправки в Самаре самолет вылетел по своему маршруту. В воскресенье из-за концерта «Билана» с 3 часов дня и до 10 вечера ограничат движение в районе площади Куйбышева. Перекрыты будут Чапаевская от Вилоновской до Красноармейской, улица Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, Красноармейская от Галактионовской до Чапаевской, Вилоновская от Галактионовской до Чапаевской. Парковка машин будет запрещена с 6 утра до 10 вечера по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, по Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской, по улице Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской. В Самаре продолжается фестиваль «Волга театральная». Каждый вечер на сцену театров выходят артисты из разных городов, чтобы удивить самарского зрителя. На сцене драм-театра показали противостояние человека и теней артисты из Арзамаса. За фантасмагоричной схваткой наблюдала Мария Левина. Уже буквально через несколько минут на сцену Самарского драматического театра поднимутся артисты из Арзамаса. В Самару они приехали со спектаклем «Тень». А самарский зритель уже готовится к такой долгожданной встрече. Эту постановку по пьесе Евгения Шварца в исполнении Арзамасского театра публика ждала с особым энтузиазмом. Это нетрадиционный спектакль на сцене шоу теней. По сюжету затейливый ученый приехал в необычную страну, где живут сказочные герои и происходят невероятные события. Заразы необыкновенной страны, Спящая красавица здесь все ладно в самом деле, пока не умерла. А мы доедем до сих пор живы, но бросили свои привычки и работали в глобаре. На сцене противостояние человека и теней. Чтобы показать зрителю такой накал страстей, артисты готовились всего два месяца. Однако работа над ролью не заканчивается никогда. Всегда приходится добавлять что-то новое, признается актриса Елена Лупчева. Каждый образ, построенный в этом спектакле, в первую очередь, это огромная часть самого актера. А потом уже мы наращивали туда какие-то особенности персонажа. Всегда нема, всегда нема. Премьера спектакля состоялась год назад. Историю, которую артисты показывают на сцене, понятно как маленьким зрителям, так и взрослым. Ведь со взрослением, уверяют актеры, сказки в жизни не заканчиваются. Вот такие вот фестивали, они важны внутреннему состоянию театра, внутреннему состоянию актеров, чтобы не только вот замыкаться внутри театра, а чтобы это могли увидеть другие. В этот вечер фестиваль «Волга театральная» прошел еще и в театре камерная сцена. Артисты Самарского молодежного театра «Мастерская» показали спектакль по мотивам повести «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева. До конца недели приезжие и местные артисты будут радовать самарскую публику постановками на разных площадках города. Мария Левина, Николай Епифанов. События. После 50 лет брака жизнь только начинается. Полвека назад Александр Жарков признавался в любви в стихах своей будущей жене. И делает это до сих пор. Как сохранить и приумножить семейное счастье в репортаже Елены Нижегородцевой. Годы любви не помеха. Под звуки волшебного вальса девять влюбленных пар Самары обмениваются клятвами и кольцами в кругу родных и близких. Алла и Александр уже 50 лет в браке. В любви вырастили двух дочерей, трех внучек и внука. Первую встречу помнят до сих пор. На лекции я увидел свою будущую супругу и удивился, какая эффектная, какая красивая девушка. Вот бы мне такую. Работа, учеба. Времени на романтику не было. Решили, раз влюбились, надо жениться. Александр закончил Харьковское училище МВД с отличием. Начал работать в областном УВД, где дослужился до звания полковника. Александр настоящий герой. Спас не одну жизнь. Выносил детей из пожара. Имеет медали за отвагу на пожаре и медали за личное мужество. Секрет семейного счастья прост. Ну, где-то ссорились, где-то мирились. Мы никогда ничего не разбегались. Ну, первый приходил прощения, просил я. А попозже, когда уже я стала немножечко помудрее, я тоже уступала где-то. В студенческие годы было не до пылких признаний. Зато сейчас, на пенсии, Александр частенько посвящает жене стихи собственного сочинения. Когда я ноги протянул, но очень сильно так устала, то все равно тебя одна и вы не перестала. Эти глаза напротив, мой молчаливый друг. Любимая песня семьи Толкуновых – «Эти глаза напротив». Именно этот вальс звучал словно только для них двоих на танцевальной площадке города Уральска 68-го года. Свадьба хорошая была. Родители, конечно, помогали. Он студент, я-то немножко уже работала. Сама платье себе покупала, готовила туфли. Ну, в общем, в то время колец не было. Свадьба без колец была. Не взять их, не достать. И за какие деньги потом покупали. Вера работала воспитателем в детском саду. Сергей трудился в нефтяной отрасли. Вырастили двоих детей, четырех внуков. Главное – это любить. От любви дальше идут отростки. Когда только начинают ссориться, так тот, кто неправ, идет гулять. И два квартала обойдет, приходит, и все проходит. Регистрация в ЗАГСе – это возможность окунуться в прошлое, подвести итоги прожитых лет. Этот праздник имеет важное значение не только для юбиляров. В рамках государственной семейной политики направлены на повышение престижа семьи, на укрепление статуса отцовства и материнства в рамках национального проекта «Демография». Огромное вам человеческое спасибо. Вы являетесь примером для покажения. Пары получили поздравления и памятные подарки от правительства Самарской области. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков. События. Самарские баскетболистки проиграли первый матч 1-8 финала Кубка России москвичкам МБА с разгромным счетом. Почему оба тренера оказались недовольны игрой своих команд, расскажет Сергей Кизоркин. Женская баскетбольная команда «Самара» на родном паркете принимала столичная МБА. Матч 1-8 финала Кубка страны начался с резового рывка волжанок. 6-5 в их пользу. Но затем игра выровнялась, и элитный клуб из Москвы, серебряный призер национального кубка, медленно, но верно начал наращивать обороты. И уже после первой четверти вел с двойным перевесом. 12-24. Хочу спасибо большое сказать девчонкам из БК «Самара». Они очень старались, боролись, дали нам бой на самом деле. Мы отработали свои какие-то вещи, которые у нас не получались. Подготовились еще раз к сезону, который скоро у нас начнется. Чтобы попасть в кубковую серию, «Самара» прошла отборочный турнир в Красноярске. За единственную путевку в 1-8 финала играли 5 команд. «Самара» последовательно победила «Спартак» из Ногинска 69-26, «Шахты» из Ростовской области 72-33, «Пензенскую юность» 72-42 и «Красноярский Енисей» 77-53. Но уже после первой половины встречи с москвичками стало ясно, здесь легкой прогулки по паркету не получится. 24-41 счет после второй четверти не в пользу «Самары». Для меня это первый опыт играть с такой профессиональной командой, которая выступает в премьер-лиге. Не просто было, мы старались показать все, на что мы способны. Было волнение, мы пытались это перебороть, но счет налицо, не все получилось. Приятно против таких игроков играть, которые выступают в национальных сборах. Вторая половина матча вообще прошла под диктовку МБА. «Самара» набрала жалкие 18 очков, а москвички без устали терроризировали кольцо волжанок и заработали 40 баллов. Финальная сирена зафиксировала разгромное поражение «Самары» со счетом 42-81. Тем не менее, оба тренера остались недовольны игрой своих команд. «Нам нужно было какие-то вещи, что-то сделать, то, что у нас плохо получалось до этого. Мы пытались сделать эти вещи, работали. В «Самаре» получило все это сделать? Частично. Что-то получилось, что-то нет. Будем продолжать работать». Перестроиться сложно. Не хватает, конечно, нам игр, которые с хорошими командами. Это видно, заметно. Скорости другие совсем. Уровень МБА, все знают. Но радует то, что не струсили. Немножко не хватает нам опыта. Женская команда по баскетболу «Самара» сформирована этим летом. Команда молодая, средний возраст спортсменок всего 24 года. Главный тренер уверен, время до начала первенства страны в Суперлиге 2 еще есть. И команда подойдет к старту в нормальной физической форме, которая позволит бороться за медали. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Я Александр Ломая. С вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова